Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я думаю, сложно найти на свете человека, который сказал бы, что не любит стейков. Конечно же, вкусы у всех разные. Кому-то подавай хорошо прожаренные, а кто-то предпочитает с кровью. Но, думаю, все сойдутся на том, что вне зависимости от ваших вкусовых предпочтений стейк должен быть сочным и мягким. Один из способов получить такой – купить мясо длительной выдержки. Знаете, тут рядом в магазинах сети «Крефюр» поставили здоровенные шкафы для сухой выдержки мяса. За стеклом там лежат такие вот огромные килограммов 15, а то и больше шматы мяса зреют. И чем дольше лежат, тем выше цена. Например, за мясо трехнедельные выдержки, ну, в зависимости от отруба, просят от 34 до 38 евро за килограмм. А точно такой же отруб от тех же самых андалусийских бычков того же самого производителя лежит на прилавке и просят за него 10, ну, крайне 12 долларов. Вот я и решил взять такие стейки и опробовать на них стартовые культуры для вот этого созревания мяса. Отчекры же мне от одного куска такую красоту. Видите, чудо! Сейчас обработаю стартами, закручиваю и выберу холодильник на три недели. Проверю, каков будет результат. Как-то так. КОНЕЦ КОНЕЦ Встретимся через три недели. Продолжаем разговор. Прошло три недели. И сегодня я планирую прямо-таки обожраться мясом. Стейки вылежали в холодильнике. Я сегодня только один из них готовлю. Смотрите на внешний вид. То есть мясо дало небольшое количество сока, оно стало более бледным. Можно было бы конечно просто уплюхнуть на сковородку, обжарить, попробовать и высказать свое мнение. Субъективное мнение касательно сочности, мягкости, вкуса. Но мне хотелось бы привнести в сегодняшний ролик немножко больше объективных данных. Чуть-чуть. Поэтому в том же самом магазине я купил стейк от того же самого поставщика мяса. То есть это та же самая порода бычков. Там в том же самом месте откармливающихся. А труп тот же самый. К сожалению мне этот стейк отрезали в более толстый. Но он не лежал в холодильнике. То есть бычка забили, разделали, привезли в магазин, разрезали на стейки и продают. Мне хотелось бы сравнить сколько потеряет после обжарки вот этот стейк выдержанный и сколько потеряет вот этот свежий после обжарки. Помните, что я этот сразу обсыпал стартовыми культурами и убрал в пакет. То есть тот сок, который вы сейчас видите, на момент обработки мяса стартовыми культурами был в куске. Ну это значит, что если я просто сейчас его взвешу прямо в пакете вместе с этим соком, то получается, что я взвешил, считай, тот же самый свежий кусок мяса. Я имею в виду свежий, который он был три недели назад. Смотрим. Этот стейк в пакете весит 800 граммов. Сам пакет 20. Значит, сам кусок с этим соком, который на тот момент был внутри, весит всего 780 граммов. Запомним. Теперь со свежим разберемся. Тару на ноль. Мясо весит 1458 граммов. Ну, 1460 будем считать. Да, по весу, конечно, отличается значительно. Запомнили. Обжаривать я буду до температуры 55 градусов внутри куска на момент снятия с огня. После чего мясо еще полежит, отдохнет, и температура в нем поднимется где-то на 2-3 градуса, наверное. Приступим. Пакет скрыть, лишнюю влагу удалить. Вот так вот. Посолить крупной солью и приправить черным перцем. Обжарить буду на смеси оливкового масла Extra Virgin и сливочного. Сочетание сливочного и вот именно Extra Virgin, оливкового, дает совершенно чумовый аромат. Для контроля температуры воспользуюсь щупом. Начнем. И сразу же парочку зубков чеснока и парочку веточек розмарина свежего. Температура пока, как вы видите, невысока. Обжариваю на одной стороне до температуры примерно 30 градусов, затем переворачиваю. Кстати, я приправлял солью и перцем только одну сторону, она сейчас как раз обжаривается. Самое время вторую тоже приправить. Очень интересно сравнить не и объективную потерю сока куском мяса, и свои субъективные впечатления сравнить. Как от сочности, так и по вкусу куска. Пора переворачивать. Красиво получается, правда? А на второй стороне все быстрее пойдет. Масло, кстати, уже припиталось ароматами чеснока и розмарина, так что можно вот таким вот образом этим маслом мясо поливать. Будет бомбически вкусно. Думаю, что для планты картины нужно и время отдыха, и мясо после обжарки тоже сделать одинаковым. Ну, минут на 8, наверное, столить буду. Все, пара снимать с огня. Слой фольги двойной. Так, я собираюсь сравнивать не только потерю влаги этим куском, но и вкус сравнивать. Для чистоты эксперимента масло сковородки, там, ну, все эти варианты надо заменить. Так, теперь контрольное взвешивание. Подставочку сюда, доску и весы обнулить. Итого, стейк после обжарки весит 628 граммов. То есть, влагопотеря составила почти 20%. Ну, значительно, да? Что касается старта вкуса, сейчас все узнаем. Так, ну, вы видите, насколько он сочный, да? Весь сочится своим этим соком, сочится соком каламбур, несмотря на то, что потерял целых, там, почти 20% влаги. Что касается ощущения сочности и ощущения вкуса. Ну, мне кажется, это безумно вкусный стейк. Он сочный, он мягкий, мягче или не мягче свежего, так скажем, да? Да, это мы сейчас узнаем. Я свое впечатление скажу. Что касается вкуса. Опять же, интересно сравнить с стейком таким же, только поджаренным. Присутствует такая классная нотка, такая, я бы сказал, кислинка, не кислинка. Ну, короче, вот такой вкус поджаренного мяса классный, мне очень нравится. Прям суперски. Я, на самом деле, выдерживал этот 21 день со страхом. Думаю, мало ли, испортится, нет? Ну, нет, вскрыл пакет, никаких неприятных запахов нет. И еще момент. Вы видите, что вот это мясо после выдержки 21 день с бактериями стало какое-то очень бледное. Так что даже и разглядеть степень прожарки сложно. Полоска такая узкая-узкая получается. Не знаю, насколько вообще это именно на бактерии так влияет. Может, любая выдержка так влияет на мясо. Но сейчас мы увидим на примере второго куска, которое с бактериями не выдерживалось. Прям очень классно. Мне нравится. Ладно, сейчас мое семейство быстро сметет этот стейк со стола и мы приступим ко второму. Сковороду я уже вымыл, так что все по новой. Соль и перец. В стейк загнать щуп. И соленой стороной вниз, конечно. И так же, как в первом случае, я розмарин и чеснок туда же отправляю. Так, эту сторону тоже надо и присолить, и поперчить. Чёрным свежемолотым перцем. Я знаю, что многие не любят, когда перец прижаривается вместе со стейком. Говорят, что горелый перец и так далее. Важный момент, мне кажется. Не нужно жарить при очень высокой температуре. Так, перец не горит, но придает классный аромат и маслу, и, соответственно, мясу тоже. Всё-таки, конечно, идеальный эксперимент по сравнению не получается. Этот стейк значительно толще, чем первый. Разов полтора, наверное, если не больше. Но на степень логопотерей, надеюсь, это не сильно скажется. Пора переворачивать. Не терпится сравнить впечатления от этих двух стейков. Пока приготовлю фольгу. Всё, пора снимать с огня. Время засёк. Ждём. Так, а что с логопотери этого куска? Весы обнулить. Итого, этот стейк после обжарки весит 1238 граммов. То есть, логопотеря для стейка, который не выдерживался со стартами, для свежего мяса, так скажем, после обжарки составила 15%. Практически на 5% меньше, чем для выдержанного. Теперь, что касается вкуса. Продолжение следует... Так, ну вот, вот этот кусманчик. Красиво выглядит, правда? Так. Значит, сначала по мягкости. По мягкости разница невелика. Ну, может быть, выдержанный чуть-чуть мягче. Меня, на самом деле, мягкость не сильно волнует. Вот вкус и сочность. По сочности, признаться честно, я большой разницы не вижу. Нет у меня ощущения, что этот более сочный, а выдержанный менее сочный или наоборот. Ну, может, их надо вот сразу вместе так вот пробовать, да? То есть, сразу на двух сковородках жарить и пробовать. Тогда, может, я почувствую разницу. Ну, я разницы не почувствовал. Но что касается вкуса... Сейчас мой юный оператор, супруга, попробует тоже выскажу свое мнение. Я думаю. Что касается вкуса, мне больше по нраву, наверное, выдержанный стейк. Там нет никаких вот этих ароматов орехов, грибов, про что кто-то пишет. Для меня вот эта разница составляет в том, что вот этот выдержанный стейк, как бы вам сказать, такой, знаете, с какой-то легкой кислинкой, что ли, такой более яркий какой-то... Ну, мне кажется, он более вкусным. Здесь присутствует такой вкус, аромат вот этой пожаренной корочки, сочность мяса, все. Но вот тот как-то больше нравится. Я, наверное, буду так выдерживать. Это тоже неплохо. Даже хорошо, я бы сказал. Но не всегда есть возможность у меня, по крайней мере, взять хорошее мясо для стейков по нормальной цене. Я стараюсь все-таки выбирать время, когда какую-то очередную акцию магазин устраивает, когда, видимо, большой завод, на них хотят побыстрее разбросать мясо. И тогда можно взять процентов на 20-30 дешевле, чем они обычно такое мясо продают. Но сразу кучу мяса не наберешь, свежий стейк, чтобы он там лежал, да? Он же хорошо-то ему не станет. Но вот я думаю, что я могу сразу брать тогда там стейков поцать, пересыпать их стартами, забрасывать в пакеты и пусть они лежат. И не обязательно их выдерживать именно 21 день, я так думаю. Но неделю, две недели, там, три недели вы лежите спокойно и все будет классно. Короче, мне кажется, это очень неплохой вариант, чтобы получить вкусный стейк в удобное время по нормальной цене. Если у вас есть возможность покупать каждый раз там свежее мясо, отличное, то, может быть, вам это и не по вкусу придется. Мне, еще раз повторюсь, вкус выдержанного понравился. На этом, позвольте, всем попрощаться. Я буду доедать мясо, потому что меня иначе сейчас разорвут. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки и репосты. Всем пока! Неплохо. Ну, он очень похож на вчерашний и по сочности, и по мягкости. Ну, вот этот вот вчерашний, который ты делал с какими-то… Со стартами. …с культурами, да, вот с этими. А они продают какой-то такой привкус интересный, что-то… Как будто ферментированное какое-то мясо получается. Не знаю, как это объяснить. Необычное. Субтитры сделал DimaTorzok